Транспорт пустили, а освещение не включили. Это про новую дорогу Фучик-Айги в Чебоксарах. Такие недоработки, как отсутствие освещения и пешеходных переходов, уже привели к жертвам. В феврале там насмерть сбили женщину. Ольга Пырочкина подробнее. 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте напротив дома номер 15, дробь 10 по проспекту Айги. Ее насмерть сбил автомобиль ВАЗ-2106. Возможно, трагедии бы не случилось, если бы женщина шла по пешеходному переходу, а водитель вовремя ее заметил. Однако переходов у остановки, где произошла авария, поблизости нет, а дорога никак не освещается. А вот картина при свете дня. Пешеходы предпочитают рисковать вместо того, чтобы делать крюк в 200 метров. Остановка здесь. Все мамы, все идут сюда. Так удобно и короче дорога. Никому неудобно идти вот так вот здесь 100 метров, поворачивать и опять идти к остановке. Я иду с ребенком в магазин. Мне вот так вот крюкать еще наверх в гору. Естественно, я на свой страх и риск здесь сокращаю дорогу. В управлении ЖКХ и благоустройство города, которое обслуживает дорогу, отмечают все согласно проекту, который прошел госэкспертизу. Хотите дополнительных переходов? Обращайтесь, подумаем. А за светом к генподрядчику. Расстановка дополнительно пешеходных переходов по просьбам будет рассмотрена, потому что есть моменты, когда летом планируем устанавливать дополнительно светофорные объекты. Единственное, что на данный момент здесь является у нас сегодня проблемой, о чем мы писали неоднократно письмами. Это генподрядчик, который у нас же является и электроснабжающей организацией СУОР, на данном объекте не передал до сих пор наружное освещение в горсвет на обслуживание. Представитель генподрядчика в свою очередь ссылается на управление ЖКХ. Мол, изучайте документы. Что касается наружного освещения, на сегодняшний день компания СУОР, как ресурсоснабжающая компания в части электрических сетей, передала на изучение в МБУ ЖКХ города, Чебоксар, образец договора, по которому мы ждем от МБУ ЖКХ либо протокол разногласия, либо подписанное соглашение на отпуск электроэнергии для запитывания наружного освещения. Пока организации выясняют отношения, не допустить новых жертв пытаются в ГИБДД. Мы в вечернее и в утреннее время, когда у нас интенсивное движение пешехода, посылаем сюда экипажа, экипаж отрабатывает данный участок дороги, они проводят определенную работу по предупреждению ДТП. Отделом ГИБДД УМВД по городу Чебоксары составлен протокол в отношении юридического лица ООСУОР. Если освещение не появится в ближайшее время, следующий шаг – прокуратура. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Расиль Мухаммедов, Республика.